Спартакиада физкультурно-спортивного клуба «Парламент» собрала депутатов из восьми районов, а также парламентариев и сотрудников аппарата законодательного собрания Нижегородской области на очередные состязания. На этот раз в Городце. На протяжении года мы выбираем различные районы Нижегородской области и проводим определенные мероприятия. Спортивные и не только, потому что программы составляются таким образом, что в каждом районе коллеги могли посетить район, посмотреть жизнь и быт района. И, конечно же, поучаствовать в спортивных мероприятиях. Это очень сплачивает депутатов, очень сплачивает сотрудников аппаратов. Мне кажется, мы публилизируем не только спорт, но и здоровый образ жизни. И таким образом наши коллеги активнее участвуют во всех мероприятиях и в жизни, вообще в спортивной жизни наших парламентов. Очень рад вас здесь сегодня всех видеть. Такие спортивные соревнования, они закаляют характер, воспитывают боевой командный дух. Я вам всем желаю удачи в сегодняшних соревнованиях. Надо помнить, что везет всегда с более подготовленного спортсмена. А спартакиаду в ФСК, парламент, 15-ю спартакиаду разрешите считать открытым? Ура! Этапы спартакиада депутатов проходят в течение всего года. Всего заявлен 21 вид спорта. На этот раз состязались плавания и игры в шашки. Я считаю, что такая спартакиада объединяет всех людей, то есть людей во власти. Я думаю, что это способствует тому контакту, который позволяет вместе потом в дальнейшем решать важные дела. Это позитив, это эмоция, это хорошее настроение. Ты узнаешь людей совершенно с другой стороны. Это важно. И пусть все продолжается. Традиционно в лидерах по итогам соревнований оказывается команда регионального ЗАГС Собрания, а также Гагина, Семеновского городского округа и Сарова. У нас очень молодой депутатский корпус и депутаты спортивные достаточно. И мы принимаем участие. Мы заняли, кстати, в прошлом году в спартакиаде третье место из всех 52 муниципальных образований. Мое мнение, что в подобных спортивных мероприятиях надо обязательно принимать участие, потому что, ну, помимо того, что это, собственно, состязание, на самом деле это команда образования, когда мы сюда едем, когда мы занимаемся, готовимся к этим соревнованиям, мы общаемся в неформальной обстановке, мы лучше друг друга узнаем. И вот этот соревновательный дух, он как-то так освежает, придает нам тонуса и помогает в работе. По итогам соревнований команда законодательного собрания Нижегородской области заняла первое место в командном зачете по плаванию. В турнире по шашкам лучшими стали депутаты городского округа город Бор. Следующим этапом спартакиады станет волейбол, который пройдет в Богородском районе.